всем привет меня зовут ира вы на моем канале в одном из видео я уже показывала как располагаются цветы в гостиной где присоединен и утеплен балкон в этом видео я хочу показать как располагаются цветы уже на окне как раз тоже в этой гостиной как кухня гостиной у меня соединенная большая такая комната то есть рядом с балконом который вы уже видели а если не видели посмотрите видео на моем канале буквально в трех метрах у меня есть окно она также на северную сторону и здесь у меня тоже живут горшочки с цветами естественно да как же у неизлечимо цитоколички не будет цветов на подоконнике но здесь конечно же намного меньше цветов чем на любом другом окне потому что здесь уже темновато получается то есть это можно сказать самое темное окно вообще в моей квартире поэтому здесь у меня присутствует хое и еще такие вот обычные цветы не знаю как они у меня появились уже не помню в общем они есть и давайте я покажу сейчас вам издалека как выглядит окошко у меня здесь есть такие вот римские шторы жалюзи как они еще правильно называется но они естественно не от солнца потому что северная сторона солнце здесь только к вечеру это если про лето говорить сейчас зима сейчас вообще солнце мы не видим вот окошко у меня тут тоже стандартное большое подоконник у меня тоже тут как бы хотя у меня в других комнатах есть пошире подоконник очень много такой прям как бы вровень получается со стеной сделано потому что у меня тут кухня мы сейчас находимся как бы зоне кухни вот вот здесь как бы большое окошко но тут у меня совсем немножко цветов по порядку давайте начнем отсюда тут у нас стоит колоночка и рядом с ней в уголке стоит хой ксп лэ провинц стараюсь вам показать его уезжает камеру я все так же с моим новым другом штативом помощником который снимать на автомате режиме авто авто и поэтому он уезжает куда ему вдумается сейчас я ему помогу навести туда куда мне нужно конечно против света такое себе изображение ну вот я пытаюсь заглянуть вот смотрите видео об этой хойке есть на моем канале ищите она уже разрослась конечно такая крупненькая уже и опора она заваливает требует уже конечно пересадки но не до нее по соседству растет у меня папоротник ой я его так люблю у меня есть еще один папоротник если вам интересно я могу прям сделать обзор на каждый из них или может быть объединить видео сделать сразу обзор на два папоротника но правильно конечно они не папоротники называются но это так уж вы меня поняли вот он у меня такой прям кудрявенький пышненький в общем я обалдею от него так как он выглядит в интерьере поэтому он у меня есть и будет прям обожаю его конечно он любит попить частенько я засушиваю потому что у меня тут еще такая мощная чугунная батарея и он конечно у меня тут страдает сейчас вот утопительный сезон у меня страдает ну я стараюсь следить за ним однажды у меня чуть не умер видели бы вы его два года назад или даже год назад да год назад ой вообще такой был страшный бы не узнать но я взялась за него есть сейчас он очень очень красивый тоже постараюсь показать вам вот стоит у меня на такой вот подставке металлической все покручу чтобы вы видели какой он шикарный пышный красивый занимает конечно много места может быть я его подвешу я планирую на откосывать сюда какие-нибудь кашпо может быть сюда но тут как бы нужно определиться точно буду ли я открывать створки эти потому что летом может быть они помешают эти кашпо открытию окон начинать все в процессе но хочется мне его возвысить куда-то поэтому она не стоит на такой подставочке как и соседка следующий горшочек рядом у меня с агланемой не знаю название тагланем у меня был такой немножко бзик не скажу что этом очень-очень много видов накупила этих оглаш у меня их было три сейчас две осталось очень такая симпатная я ее уже черенковая связал макушку как как да вот у меня получается уже два две макушки вон там не пойму то ли детка то ли откуда это из бокового и рост у нее идет вот и сама макушка еще дала дополнительный рост вот ну не умирала ни разу меня растет прекрасненько вообще я все год рядом мы вы можете уже догадаться этот цветок мне кажется есть у всех как муж у меня говорит подъездный цветок опять у меня шали все вот сюда нужно снимать он не понимает потому что он не цветы предназначен снимать а людей наверное а я тут своими цветочками нужно мне разобраться а времени все нету так что пока извините за то что меня уезжает камера вот это антуриум какой точный вид не знаю для меня он прям простецкий мне его добыла бабушка у своей соседки принесла мне маленькую зеленку такую и вот она у меня растет год наверное четыре знаете вот не скажу что я прям в восторге но от этого цветка и не скажу что он у меня очень хорошо выглядит но если он зацвел и это надолго причем когда мы переехали переехали мы уже в эту квартиру почти два года назад и свистил начал у меня только здесь до этого у меня одни цветок ни разу такие небольшие у него цветы получаются конечно он разрастается пока вот есть пока есть растет я его не трогаю причем ему не нужно какое-то определенного освещения ему тут на северное и хорошо поэтому поэтому я от него еще не избавилась и радует конечно он добавляет какого-то цвета потому что тут все везде как видите зелень 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 а он не добавляет какого-то контраста ну и согласитесь что сейчас зима у нас февраль и он единственный наверное кто у меня цветет да у меня сейчас ни одна хоя не цветет вот у меня единственный радует поэтому он живет еще пока тут у меня рядом рядом у меня растет хоя светлана она у меня тоже здесь очень даже неплохо растет и росла все лето при этом росла то есть она мне тут не тормозит сейчас я не вижу на ней роста после я когда снимала не видел если вам интересно можете увидеть меня на канале она была конечно пышнее этим летом я ее хорошенечко подстригла в это рост не знаю не наблюдала ранее непонятно то ли она растет то ли она это еще как бы не активно рост в общем не знаю но она тут все хорошо и выросла и ей было достаточно освещение по соседству это у меня такая хлебница ну как бы кухня да не скажу что у меня мало места я могла бы спрятать хлебницу на кухню но мне так понравилась эта деревянная хлебница что я подумал что она пускай будет служить не только функциональным предметом но и как бы украшением вот для меня украшение муж у меня не любит эту хлебницу а сын ее использует как парковка для машин здесь на ней у меня встает стоит нервоза я тоже снимал про нее видео она у меня конечно же с того момента обросла и обросла так что как бы вообще не хочется ее снимать как-нибудь как-нибудь я покажу свой результат обрезки на прошлом видео я ее обрезала в общем пыталась ее научить уму и разуму но пока не так успешно как мне хотелось ну при этом она здесь растет что-то что-то там выдавливает немножко сплэш в общем если интересно я сниму видео сейчас я ее разверну вот я ее очень редко вижу поэтому даже не знаю вот так вот раз вместе я разворачиваю смотрю что же там наросло что же там может быть там сплэш у меня прям полный нет не угадала а рядышка у меня стоит глиняная такая вазочка или как уж этот не знаю как называется наверное скорее всего ваза это глина я так понимаю она в обработке ну то есть покрыта лаком или чем-то мне покрывают это глиняные вещи в общем она была здесь когда купили квартиру она была осталась вот перед душе хозяеву не знаю мне она так нравится я ее прям пустую здесь оставляю но есть какие-то цветы есть то могу сюда цветы поставить в общем тоже украшение и тоже все везде глиняное вот подоконник у меня здесь как и во всех комнатах деревянный но он обработан у меня белым маслом также я использую мои кружочки из пленки видео как сделать из чего и как и зачем тоже можете увидеть у меня на канале но это решение мне уже поднадоело если честно и скором времени я хочу что-то придумать другое не очень мне нравится вот железные вот эти металлические подставки прям любовь вот эти вот они бликают и все равно подбешивают поэтому я что-нибудь скоро придумаю другое ну вот такое вот окошечко у меня получается в зоне кухни кухни-гостиной у нас объединенные как я уже говорил на северная сторона а видок у нас конечно не очень за окошком плюс еще и снег и солнце нету ну конечно же цветы цветы всегда поднимают мне настроение радуют особенно когда цветут ну на этом все спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал всем до скорых встреч пока пока